добрый день дорогие зрители канала марина цветы сегодня у меня очень радостное событие я хочу вам презентовать как я запускаю автополив кашпо лечуза всего лишь месяц прошел от момента посадки растений дорогие друзья в кашпо лечуза кашпо лечуза очень хорошо использовать для комнатного цветоводства но канал марина цветы не только экспериментатор я но я хочу вас удивить и помочь вам может быть по-другому взглянуть на дизайн своей дачи своего усадьба веранды навеса беседки где у вас собираются гости дорогие друзья такие кашпо очень хорошо использовать и выращивая обычные садовые растения я уже вам продемонстрировала кашпо балконера посмотрите такой длинный ящик который тоже можно засадить прекрасными и ампельными растениями и пиларгониями и очень хорошо высаживать даже комнатные розы которые вот прекрасно чувствуют себя в таких кашпо а в чем же здесь заключается изюминка прежде всего то что комнатные растения первые полив три месяца вы осуществляете сверху пока корневая система не прорастет у вас а садовые цветы они более быстро рослы и всего лишь три недели мне хватило для того чтобы вот теперь сейчас запустить автополит очень большой плюс что если вы будете приобретать на подарок или себе на подарок вот такие кашпо здесь используется специальный пон садоводы огородники привыкли что это вермикулит или агроперлит дорогие друзья это чем-то схоже но плюс том что вот это вещество которое действительно создана из вулканических пород и органических здесь добавлена еще пемза как удержатель влаги и самое главное что этот пон обработан фосфором и калием это и для цветоводов это настолько важно если растение будет расти в офисе например да или в доме и вот это подпитка растений корневой система именно калий фосфор на канале марина цветы я очень много вам советов даю по выращиванию обычных и необычных растений калий фосфор должен присутствовать для хорошей корневой системы и вот для такого обильного цветения хотя вот рядом у меня еще я вам буду презентовать у меня растут декоративно-лиственные растения поэтому использую как дренаж по я хочу вас еще удивить то что происходит длительная подкормка этого пона хватает на год питания но связи с тем что сейчас я вам презентую прекрасную питонию сурфинию флоритонию фортунию это весь вид весь арсенал вида питонии сурфинии дорогие друзья я еще буду использовать именно для такого обильного цветения для ярких красок я буду запускать в автополив и еще профессиональные удобрения калий фосфор обращаю внимание это корневая система и бутонизация а насыщенность цвета вот такая пена яркой окраски нам должны обеспечить магний цинк и железо дорогие друзья поэтому я буду использовать в каждой стране прекрасное удобрение но вот здесь обязательно должно быть такое макро и микроэлементы если вы посадите королевскую пеларгонию или герань мы еще говорим прекрасный необыкновенные сорта есть ангельской пеларгонии это просто чудо и восторг удобрения должны содержать еще небольшое количество йода но это так для канала мариной цветы чтобы вы посадив садовые растения в такие кашпо получили очень отличный результат и так три недели я поливала по верху внизу я насыпала слой пона до трех сантиметров у меня есть первое видео в плейлисте аксессуары для сада вы можете посмотреть как мы высаживали это растение и вот прошло три недели и я запускаю автополив здесь такая емкость идет в которую мы вливаем водичку можете даже просто чистую водичку и я вам покажу здесь такой маячок поплавок который нам и определит границу от максимума до минимума когда поплавок опустится на минимум ваше растение от трех до пяти до семи дней еще может находиться без полива это для многих будет очень важно если вдруг вы уедете в отпуск летний период если ваше растение вот таких кашпо будут находиться на открытой площадке будет дождь например внизу есть дренажное отверстие которое поможет сделать перелив грунта чтобы не было чтобы не образовались грибковые и вирусные заболевания это очень важно дорогие друзья я думаю что такой прекрасный букет на таком кашпо лечуза ну вот у меня он украшает даже стол за которым собирается мои друзья материал прекрасно он такой прекрасный на ощупь не подлежит вот влиянию атмосферных не солнца не мороза он даже чем-то камень напоминает очень очень красиво поэтому дорогие друзья используя разные виды подкормки а может даже просто водой вот этого препарата калия и фосфора принципе достаточно но так как вы на канале марина цветы я вам еще объясняю методики подкормки разных видов но вот цветущих растений итак мы запускаем полив у меня два литра удобрения комплексного профессионального для питания для сульфини и сейчас я вам покажу емкость в которую мы наливаем водичку дорогие друзья моя питания настолько красиво и пышно разрослась за три недели в этом кашпо что просто уже облако цветения вот посмотрите емкость вот такая невидимая находится с краю кашпо и вот здесь вот такой маячок когда мы нальем водичку красный поплавок вот поднимется до уровня максимума и когда уже растение будет требовать полива поплавок опустится на минимум и еще 3 5 7 дней ваше растение может находиться в стадии без полива потому что пон увлажненный и растение достаточно долго вот принимала у нас и подкормку это очень хорошо дорогие друзья ваши растения будут необыкновенные они будут устойчивы к заболеваниям к атмосферным явлениям вот у меня два литра я не знаю сколько здесь нужно водички но поплавок если вы имеете возможность уже поднимается снизу есть отверстие для перелива если будут у нас дожди атмосферной осадки водичка перельется а вот эта водичка находится внизу в специальной емкости увлажняет пон а корневая система всегда стремится к влаге сверху растения не болеет не покрывается мучнистой росой это очень очень хорошо и грибковые заболевания практически вот не не повреждают наше растение ну вот у меня два литра ушло на то чтобы залить автоматически по это кашпо будет у меня находиться на площадке на веранде где будет находиться все лето дорогие друзья я хочу проконтролировать и рассказать вам насколько хватит мне автополива моя задача будет только любоваться пышным цветением питуньи и дорогие друзья и очень важно срывать отцвевшие бутоны отцвевшие только не просто вот так вот снимайте цветонос который отцвел обязательно прищипывайте вот и семенные веточки для того чтобы питунья или сурфиния не формировала семена и это будет способствовать бесконечному цветению это будет очень важно поэтому дорогие друзья на канале марина цветы плейлист аксессуары для сада вы можете посмотреть разные виды кашпо я надеюсь что еще буду вас удивлять и рассказывать об особенности выращивания в кашпо лечу за разных видов растений и самое главное сопровождать вас профессиональной информации о подкормке этих растений но это о садовых мы говорим а осенью может быть мы с вами встретимся и поговорим уже о комнатных растений которые я посажу в кашпо лечу за спасибо что вы были со мной дорогие друзья если вы планируете сделать прекрасный незабываемый подарок для своих близких родных и любимых а может быть даже просто себе посмотрите ссылочку под видео и ссылочка будет в комментариях прекрасный подарок незабываемый я в восторге я счастлива как цветовод потому что мои растения не только хорошо выглядят но и мой дом выглядит достойно достойно мне достойно моему увлечению и хобби выращивать обычные необычные растения действительно принесет вам удовольствие украшайте свой мир цветами